Появление таинственного существа в Чулябинских лесах всерьез обсуждают местные жители. Многие из них, даже те, кто раньше был настроен скептически, теперь уверены, что рядом поселился ни много ни мало снежный человек. Екатерина Мышлянова подробнее. Эти кадры на камеру мобильного телефона сделали местные жители. На первый взгляд может показаться, что оператор просто хотел запечатлеть красоту уральской природы. Как вдруг... Я заснял его! Кто так напугал оператора? Животное? Человек? Местные жители все списали на таинственное существо, которое, по их словам, уже не первый год пугает по ночам домашних собак. Рабочий день егеря Сергея Гранчика экстремальных ситуаций обычно не предполагает. Обход участка, проверка охотничьих путевок. Так и было, пока лесник не увидел ети. Он что-то то ли копался. Мы-то потом смотрели. Полу как согнуто еще был впервые. Вот он выпрямился как у весь роста. У меня аж мурашки по коже пошли. Друзья и близкие егерю поначалу не поверили. Но Сергей уверял, в лесночаще он видел не зверя, а человека. Через несколько дней нашлись и доказательства. Кто-то аккуратно снял скурку с зайца. И это не животное, говорит лесничий. Я тоже здесь с детства, ни разу в жизни не встречал его такого. Любой зверь все равно зубы оставит. На шкурке. Дерает или что-то, а это нет. Вот он вот так вот, видать, пополам. И главное на пузе остается шкура целая. Слухи о загадочном звере сразу же дошли до местного охотоведа. Виктор Шатров вместе с егерем отправился на поиски таинственного существа. И вот в этом березовом перелеске было обнаружено типа логово или, как лучше сказать, лёшка странного вида. Она представляла собой чётко выраженный круг диаметром метра. Мнения местных жителей разделились. Одни существование йети в принципе отрицают. Другие готовы поверить, но только увидев снежного человека воочию. Ну я верю, я в такие вещи верю. Верите? Да. У нас вот дед, он сейчас уже старенький, он столько таких небылиц знает. А через несколько дней и тем, кто верит, и скептикам стало совсем не до смеха. Рядом с деревней нашли огромные следы. Это лапа, когти, здоровая. Охотники пробовали поставить капкан на лесного гостя, но ловушка не сработала. Последние несколько дней о странном существе ничего не слышно. Одни говорят, оно испугалось и теперь прячется. Другие, наоборот, уверяют, что снежный человек готовится к новой встрече. В местной администрации уже попросили охотников, если что, не стрелять. Если существование снежного человека всё-таки удастся доказать, было бы неплохо взять его живым. Екатерина Мышлянова, телекомпания НТВ, Челябинская область.